итак добрый день дорогие мои у нас продолжение темы корсетов и по многочисленным просьбам я показываю совершенно отдельно вариант вот такого вот корсета на очень полненькую фигурку с размером 65 посмотрите вот у нас мерочки талия 56 бедра допустим 66 но так как конечно в чистом виде возможно дама с такими формами не будет носить корсет на вот такой корсет хотя допустим в качестве летнего сарафана почему бы и нет сделать верхнюю часть вот такую вот симпатичную интересно но чаще всего конечно это все-таки будет какой-то какая-то основа под другую одежду как в том примере который описан у меня в книжечке когда мы для артистки самодеятельного театра шире костюм и я шила просто платье из бархата на трикотажной основе обычное платье на рельефах чтобы собрать ее формы деликатно и аккуратно чтобы не прижималась грудь покупном корсете я построила и мы шили для нее вот такое вот изделие ну и сзади было здесь на шнуровках как я уже говорила прошлый раз чтобы здесь не растягивалась на спинке застежка конечно нужно брать крючки и пришивать эти крючки в шахматном порядке так мои дорогие сегодня мы работаем в очередной раз новенькой камерой буду надеяться что сейчас наконец-то все наладится и я не буду переживать и волноваться что вам плохо видно ну как есть так есть теперь уже видите чтобы применять другую технику нужно снимать с помощью оператора но мой оператор живет на тысячи верст от меня и поэтому мы с ним видимся не часто и большую часть года я живу в москве в москве я одна и устроилась вот так как устроилась но это не важно посмотрите значит итак исходные данные я хочу сделать этот корсетик вот с такими вот чашечками в которой мы конечно к вам все во все вот эти швы вставим ригелинчик или косточки какие-то и у нас будут рельефы надо сказать что в прошлый раз если вы смотрели внимательно то видели что я несколько сбилась когда моделировала вот эти чашечки в очень мелком размере сделать их вот в таком масштабе в каком я вам показываю в каком мне удобно работать к сожалению более точно нельзя потому что слишком мелкие детали там я просто-напросто одну точку потеряла в ней заблудилась сейчас постараюсь это была вот эта точечка сейчас постараюсь этого не сделать но будьте внимательны надеюсь у нас все получится не так вот наши мерочки обратите внимание какой баланс у фигурки 50 минус 41 получится аж 9 сантиметров 9 сантиметров это говорит о том что фигурка достаточно перегибистая что у нее очень развиты грудные железы и спинка достаточно короткая для вот такой вот длины полочки за счет этого полочка увеличена ну и как раз на такую фигурку полненькую с большими с развитыми грудными железами мы с вами и построим наш корсетик чтобы так и по прибавкам давайте сразу посмотрим прибавка по груди будет два сантиметра чуть чуть побольше потому что в процессе построения она может уменьшиться пусть она уменьшится но зато она не имеет права быть нулевой или нулевой в крайнем случае но не имеет права быть минусовой за этим надо следить затем прибавочка по талии мы выбрали минус 5 потому что талия довольно широкая чем полнее фигурка тем больше можно убирать корсетиком вот я взяла такой например случай прибавка по бедрам у меня был выбирается всегда в тлюсе плюс один сантиметр и что еще дополнительные мерки высота груди первая это от высшей точки плеча до начала корсетика сначала мы построим корсетик вот такой как в прошлый раз мы строили без вот этих бретельчик без вот этих вот лямочек лямочки здесь придумала для того чтобы вы же понимаете что у нас когда грудь тяжелая здесь ямка провалы и и все равно нужно чем-то поддерживать и поэтому гораздо естественнее для полных фигур вот такие широкие бретельки делать корректирующим белье чем оставаться совсем без них хотя вы можете проэкспериментировать и попробовать разные варианты так затем высота груди 2 это когда у нас уже высота груди 1 до точки c вернее высота груди 1 до начала корсета просто высота груди это до точки c вот у нас точка c и высота груди 2 это когда мы пропускаем свою точку и за останавливаем ей ее там где у нас заканчивается бюстгалтер то есть вот на этом уровне это vg2 вот эта линия эта линия vg2 затем полобхват груди 1 это над грудью плотненько по фигурке и полобхват груди 2 это строго под грудью у меня получились примерно вот такие цифры и так это наши исходные данные ну что еще тут можно сказать талиевая вытачка давайте быстренько рассчитаем талиевые вытачки и запишем видимо здесь талиевые вытачки и так ширина сетки какая у нас будет 65 плюс 2 получится 67 так это будет ширина сетки сколько мы хотим по талии мы хотим по талии 56 минус 5 мы хотим 51 значит у нас останется 16 боковая вытачка у нас будет 16 разделить на 2 получится 8 передняя вытачка у нас будет равна задней вытачки и будет равна по 4 вот это такой игровой вариант отчасти но он достаточно правдоподобный просто чтобы не было каких-то мелких чисел и вы и вы смогли повторить это все по своим мерочкам сумма всех вытачек 16 и вот так вот мы их поделили и так что у нас получилось в результате построения чтобы не тратить на это время я построила вам все сейчас настроиться камера я думаю будет конце концов нам хорошо все вот это видно камера перестраиваться не хочет все настроилась какое-то время подождать нужно видимо вот здесь мы будем работать и вот так настраивается наша камера боюсь уже ручки убирать свои вот так новенькая камера себя ведет ну и хорошо на себя ведет по моему все достаточно видно и понятно слава тебе господи хочется сказать ну что тут добавишь еще итак посмотрите я построила вот эту вот базовую конструкцию вы знаете что все начинается с нее по тем мерочкам которые вы посмотрели показала вам накануне раствор нагрудной вытачки у меня был 20 минус 30 30 минус 20 получится 10 умножить на 2 получится 20 и прибавить 2 получится 22 вот это вытачка 22 вот этот раствор так а следующее видите я его увеличила и сделал раствор вытачки на 24 еще разочек обращаю ваше внимание на то что на то что раствор вытачки на самом деле нагрудной вытачки я имею ввиду обязательно будет зависеть от осанки фигуры если осанка фигуры большая как в нашем случае 9 сантиметров перегибистая вернее баланс большой осанка фигуры перегибистая то раствор вытачки всегда просит себя увеличить для того чтобы точка p1 упала ниже точки p2 вот примерно на 2 сантиметра как у меня здесь получилось а если вытачка надо же как ведет себя наша камера если я двигаю ручками фокус меняется ну вот тоже неожиданность для новенькой камеры ладно наберемся терпения не будем суетиться будем дожидаться пока она будет перестраиваться у нас так вот а если бы фигурка у вас была сутула и была бы довольно большая длина спинки и при этом раствор вот этой вот вытачки был бы но это невозможно раствор бы этой вытачки был большой то вы бы его уменьшали вот это очень важно вспоминать итак начинаем наше построение от точки а вниз откладываем мерочку высота груди первая нашем случае 26 сантиметров ставим точку из этой точки проводим горизонтальную линию до начала вытачки провели затем измеряем левую сторону вытачки откладываем эту величину на правой стороне вытачки получаем точку и эту точку соединяем с нижним уровнем пойма да надо сказать что нашу выкройку я строила по тому как строится базовая конструкция без рукава то есть я не выбирала vdp и все такое я сразу от талии вверх отложила в данном случае 18 сантиметров потому что спинка у нас короткая у фигурки видимо человек невысокого роста спинка всего 41 сантиметр в длину ну и дальше мы продолжаем как предыдущей теме значит на спинке наш корсетик будет выглядеть вот так у камеры есть автофокусировка на реагирует вот на эти движения видимо ладно теперь мы измеряем длину верхней части нашего корсетика двенадцать тридцать три так вижу 63 пишем здесь 63 написали 63 смотрим на мерочку sg1 отнимаем она у нас равна 60 60 получается три сантиметра значит вот эти три сантиметра нам нужно еще убрать и мы помните в прошлый раз усиливали нашу нагрудную вытачку давайте в этот раз сделаем то же самое увеличим ее но не на все три сантиметра а на полтора чтобы другие полтора сантиметра мы вот так сейчас запишем 3 это у нас полтора и плюс полтора чтобы другие полтора сантиметра я забрала во втором рельефчики я так хочу грудь большая я так хочу и так на полтора сантиметра мы увеличиваем раствор вытачки. Значит, наша вытачка стала вот такой. Что там у нас по времени? 13 минут. И отмечаем линию низа нашего корсетика. Значит, впереди у нас 12 сантиметров, по бокам она у нас 6 сантиметров. От линии талии 6 и от линии талии 6. Значит, линия низа нашего корсетика выглядит вот таким вот образом. Раз и два. Так, вот это мы построили. Что там у нас по времени? 13, так, 14 минут. Я думаю, что нам надо здесь сделать перерывчик. И рельефчики, и чашечки моделирования дальнейшее мы продолжим с вами в следующий раз, чтобы не перегружать нашу работу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. Ваша Галина Коломейко.